Эх, ну что же, товарищи мои дорогие, с вами Дмитриевич, Дмиван Геймс, как всегда, и я думаю, пришло время нам начать смотреть транспорт, который появился в игре. Да, скоро, кстати, я вам покажу закрытый транспорт весь, правда, там будет немножечко другая схема показа, но, тем не менее, мы все посмотрим обязательно. Кто не подписан, подписывайтесь, потому что смотреть будем все. У нас еще финалка ограбления висит. В общем-то, давайте что-нибудь выберем и, наверное, прикупим и посмотрим. Начнем с самого интересного, с самого такого, что больше всего хочется посмотреть. И, конечно же, как и многие, хочу начать вот с этой тачки Амфибия. Почему? Потому что, ну, многие о ней сейчас говорят, говорят, что там даже какие-то баги со стеклами есть, по-моему, в этой. И хочу посмотреть, насколько она лучше Стромберга, потому что Стромберг подешевле немного. И, ну, просто глянем, что и как, попробуем протестировать, хотя бы поплавать на ней. Так, вокруг одна вода, но это не проблема. Спорткар Амфибия от Пегаси позволяет с невероятной скоростью вывести подальше в море все ваши проблемы. Так, ну что ж, давайте купим. Я думаю, сейчас куда-нибудь разместим. Так, все, куплена наша машинка. Будем теперь ждать и, скорее всего, наверное, ее надо будет модифицировать в ПКП. ПКП я вызвал, так что сейчас глянем. Итак, ребятки, машинка приехала. Опять же, напоминаю, что у нас обзоры транспорта все фановые, то есть без выкладок, всяких схем и так далее. Так что, имейте в виду. Ну что ж, первое, что бросается в глаза, это четыре двери. А значит, ну это лучше уже, чем Стромберг-то. Это уже понятно. То есть вчетвером можно. Также бросается в глаза крыша открытая, панорамная такая. Все видно. То есть практически как в батискафе. Это очень классно на самом деле. Задний вид скромненький, но, скажем так, неплохой. Но на мой вкус. Передний вид, ну тоже такой довольно-таки любопытный. Так, ну что ж, давайте-ка, наверное, посмотрим, что это и как. О, вверх двери открываются. Ну как у многих таких машин. Так, салончик. Салончик. Мне очень нравится, что все открыто. То есть под водой плавать будет приятнее, чем в Стромберге. Это явно. То есть и тут даже видно и немножечко снизу. Так, ну салон сам по себе простой довольно-таки. Ну машинка интересная. Вроде даже симпатичная. Единственное, что ты вот так едешь, у тебя ноги видно. Не, можно затемнить, ребята, стекла. Ну я боюсь, что если стекла затемнить, то вся эта панорама пойдет в жопу. Так что, ну как сказать, красиво на самом деле. Что тут? Ну конечно, то, с которой рисовали машину или несколько, они наверняка выглядят лучше. Ну ничего, давайте-ка ее тюнить. Ребятки, я был вообще удивлен, но оказывается в ПКП не тюнится этот транспорт, хоть он и с пулеметами. Забавно. Я его пригнал на арену. Давайте-ка, наверное, смотреть, что можно изменить вообще в этой машине и много ли можно изменить. Броня. Давайте поставим. Я понимаю, что вряд ли это от чего-то защитит нас, но мы проверим. Тормоза. Это мы все делаем по максимуму. Стараемся делать быстро. Но такие вещи, как бампера, мы будем смотреть по очереди, как положено. Так, ну что вам сказать. Невелика разница, конечно, в том, что я сделал, но... Ну если вдруг захотелось бы... Не, я думаю, надо вот так сделать. Задние бампера. Видите, меняется очень мало. То есть в основном цвет, материалы и чуть-чуть там какие-то грани определенные. Так, основной цвет. Скоростной. Я не знаю, насколько скоростной. Кстати, тачка едет очень неплохо по скорости. Может даже получше, чем тот же Стромберг. Будем с ним сравнивать, раз на что пошло. Так, двигатель. Это я еще ее не тюнул. Клаксон. Ну, клаксон мы особо не паримся на эту тему. Я даже трогать его не буду. Так, фары. Ну, фары давайте поставим, наверное. Неоновые не будем трогать. Раскраска. Вот то, что нам нравится посмотреть. Боковые полосы. А что там за полосы-то? Толком и полосы-то не видно из-за того, что там... Так, такая полоса. Черненькая. Мне нравится, кстати. Вот тоже вот эти прикольные. Так, ну, это раскраска. Я не люблю раскраски спортивные. Вот эти вот. Камуфляж есть, видите, разный. То есть можно выбирать. Но в камуфляже она мне, если честно, как-то не заходит. Я, наверное, вот так бы поставил полосы Пегаси. Да, давайте поставим. Так, что там еще? Дефлекторы. А, их можно разных цветов. Можно вообще их убрать. Можно такие сделать. Во, вот такие. Ну, я вам скажу. На самом деле, я бы, наверное, знаете как? Я бы, наверное, вот так сделал. Что-то, мне кажется, вот так было бы неплохо. Даже вот так как-то странно. Уже похоже на какой-то столик. Прикроватный. Так, номера. Ну, номера это... Как всегда. Я как бы тут не оригинален. Окраска. Знаете, я, наверное, ее покрашу все-таки во что-то. Основной цвет. Давайте металлик возьмем. Так. Ну, вопрос вот в какой цвет ее. Она и красная смотрится. На самом деле, неплохо. А давайте яблочно-красный сделаем. То есть, вроде и не красный, а вроде бы и никакой другой. Хотя, знаете, обычно я амфибии крашу в такие цвета, типа вот... Блин, она и желтая смотрится. Ох ты, слушайте. Реально смотрится. Как ни крути. Но я обычно, знаете, люблю такие тачки красить во что-то такое приближенное к морю. То есть, во что-то такое более... Ото белое смотрится. Они все смотрятся цвета в основном. То есть, тут можно ее хоть какой делать. На самом деле. Так, ладно. Так, доп цвет я сделал черный. Потому что, ну, сочетание хорошее. Черные полоски, черные элементы. То есть, неплохо. Цвет обивки можно менять. Ну, знаете, когда у тебя машина, в принципе, черная частично, то делать красную или какую-то, мне кажется, смысла нет. Ну, вы можете сделать, если вам нравится. Так, полоска на лобовом стекле. Так, желтое, черное. Мне кажется, желтое здесь более будет смотреться. Так, ну, опять же, это мое мнение, ребята. Если вам кажется то, что я неправильно делаю, то уж извините. На вкус и свет стифломастеры разные, как нам известно. Так, давайте спойлер выберем. Если стоит его вообще здесь хоть как-то ставить какой-то. Не, знаете, машина не для спойлера, честное слово. То есть, на такую машину, знаете, я бы поставил какую-нибудь вот такой. И тот чисто для того, чтобы как-то акцент сделать. Так, трансмиссию мы на максимум ставим. Турбонаддув мы ставим тоже на максимум. Колеса. Ну, тут колеса такие, видите, довольно-таки. Я бы, наверное, все-таки что-то поменял здесь. Сейчас подберем. Так, мне вот так захотелось сделать. Это колеса Lowrider. Буквально вторые по счету. Я просто так решил сделать. Так, шины. Дизайн шины. Обычные, заказные. Нет, тут белые точно не пойдут. Единственное, я бы пулестойкие сделал на всякий случай. Дым от покрышек, наверное, тоже сделаем. Давайте черные все-таки. Может быть, как-то хоть. Хоть как-то. Так, ребята, что у нас? Стекла. Как видите, если я начну затемнять, то затемняются и нижние тоже. Я просто не знаю, насколько это. Давайте сделаем частичное затемнение. Вот такое. То есть не до конца. Не на все проценты. Так, все. Можно выезжать отсюда. Покинуть арену. Давайте покинем арену. И посмотрим, что же у нас там получилось. Так, вот. Пока еще хорошо и ночью не наступило. Ну, что ж вам сказать, ребят. Я бы, конечно, отдельно бы сделал затемнение вот этих нижних. Я бы их затемнил по максимуму. Так, ну. Знаете, вообще машинка сама внешне мне нравится. Я человек, который любит машины именно по внешнему виду. То есть мне не столь важно все вот это вот. Также у нас есть ракета. Смотрите-ка. А-а-а. Смотрите. То есть вот закрывается. Вот открывается. И причем не нужен никакой тюнинг платный. То есть ракета у нас есть по умолчанию. Ну, конечно, машина 3 миллиона с лишним стоит. Еще бы не было. Но так. Так, давайте, наверное, сейчас проедем. Я уберу ракета. Просто посмотрим скорость. Послушаем. Немного мотает ее, видно. То есть если дорога будет неровная, то придется ее как-то, наверное, выравнивать при движении. Так, повороты. Ну, повороты некоторые, смотрю, очень даже неплохо заходят. Но опять же, несмотря на то, что эта машина очень на спортклассику похожа, но она все-таки дорогу получше держит, чем многие спортклассики. На самом деле. Так, давайте-ка чуть-чуть покатаемся и потом пойдем поплаваем, наверное. Кстати, ее не заносит. Я хочу сказать, что заносов я в ней особо не наблюдаю. То есть есть что-то такое, знаете, что можно, ну, счесть как-то за какие-то, какую-то неустойчивость, но хочу сказать, что ее практически не заносит и с тормозом входить в повороты очень даже комфортно. Хотя, знаете, есть машины, которые тормознешь и тебя раскрутят на все, блин, 360 градусов. То есть здесь в этом плане нормально. Ну, качает ее, конечно. Но может... Ну, это же амфибия все-таки, не какая-то там простая машина. Так что, так или иначе, можно ей за это простить, эту мелочь, которая... Да-да, она даже с тормозом поворачивает не очень резко, так что в поворот лучше заходить заранее, конечно же. Так, ну что ж, я думаю, раз уж это у нас амфибия, то надо и поплавать где-то. Как раз у нас тут пляж недалеко. Я думаю, стоит это сделать. Так, а что по поводу фар? Ага. Я понял. Так, ну что ж, давайте-ка поплывем, а потом ей краш-тест устроим. Не, мы не будем особо ничего делать такого опасного, но все-таки немножечко поиграемся с ее внешним видом. Так, ну давайте тогда, я так понимаю, так же как амфибия на H. У нас. Так. Сейчас чуть-чуть проплывем, а то пока непонятно. Во-во-во-во-во-во. Ну что сказать, ребята? Во-первых, хочу сказать то, что по-моему, она плавает чуточку побыстрее, чем Стромберг под водой, потому что Стромберг под водой очень медленный, как нам известно. Довольно-таки медленная машина. Но, тем не менее, ребята, вид хороший. Давайте от первого лица может посмотрим. Вот у нас тут панорамочка. Если бы мы не затемняли, не затемняли стекла, вообще было бы хорошо все видно. Но, тем не менее, мне, как вы видите, плавает она и очень неплохо. Не, может быть, я ошибаюсь. Может, просто я хочу, чтобы она была лучше, потому что я за нее отдал кучу бабла. Хотя Стромберг тоже не дешевый, если так подумать, плюс тюнинг. Но, тем не менее, да, странные выезжают. Но нормально, нормально, ребята. Можно жить, можно плавать. Так, давайте ракету посмотрим. Так, вот, торпеда пошла, как мы видим. Да, да. Ну, ракеты здесь, я так понимаю, стандартные. Такие, какие везде. В подобном транспорте. Не, вообще неплохо смотрится, я вам честно хочу сказать. Это то, что мне кажется. Смотрится очень все неплохо. Ну, да, 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 да. Машинка довольно-таки интересна. Так, ну что, давайте выберемся на берег тогда. Ребята, у этой машины есть сонар. Вот чем отличается он от Стромберга. Сонар есть. Посмотрите на мини-карту. То есть, у этой машины есть возможность что-то под водой искать. О, какой-то груз. Я вижу какой-то груз, ребят. Что это? Смотрите, мой сонар обнаружил какую-то вещь. Я не знаю, что это такое. коробочка какая-то. Я про это слышал, то, что можно на подводной лодке искать какие-то коробочки. Но и здесь можно. Ребят, такой же сонар. Единственное то, что, возможно, мне придется очень далеко за ним плыть. Но, тем не менее, давайте-ка глянем. Так, ребят, сонар включается на X. Кто не знает, на этих консолях, не знаю, смотрите сами. В общем-то, что хочу сказать. Я за грузом не поехал, потому что это очень долго. Я хочу сейчас небольшой краш-тест устроить. Но самый малый. То есть, во-первых, попробую разогнаться и врезаться в кого-то на скорости. Тут еще у нас ускорение есть в этой машине, оказывается. То есть, можно еще и попробовать поускоряться. Я не знаю, на Е, наверное, да, на Е. Так, вот. Ну да. Все новые машины, они нихрена не рушатся, нихрена с ними ничего не происходит. То есть, врезайся, не врезайся, у тебя только вот краска попортится, там фонари, может, перестанут работать и так далее. Так, ну что ж, смотрите. Тачка плавает, едет неплохо, дорогу держит неплохо. У нее есть ускорение. Я уж не знаю, там керс это или нитро какой-то. И у нее есть сонар, с помощью которого можно искать грузы. Я вам сразу хочу сказать, что грузов таких 10 и за них дают по 7500, по-моему, если я ошибаюсь, за каждый груз. И опыта сколько-то. То есть, можно пособирать, помотаться. Ну, я не буду про это ролик снимать, потому что, ну, наверное, нет смысла. Хотя, может, и сделаю что-нибудь, посмотрим. В общем-то, ребята, машинка довольно-таки интересная. Давайте отъедем куда-нибудь в сторону. Я попробую по ней пострелять. Как раз проверим вот эти стекла, которые на ней есть. Так, вот здесь где-нибудь встанем, потому что здесь вроде как фонарь есть. Так, ну что ж, давайте я возьму что-нибудь. Забавно. стекла как-то странно. Они не разбиваются, что ли? Только вот такой эффект и все. Ха, смотрите. Оно вроде потрескалось и наверху так же, да? Так, смотрите. Не, ребят, это глюк. Это глюк. Это глюк внешнего вида, глюк, стекол. Видите, я по ним стреляю, они нихрена не бьются. Но простреливаются, ребят. Уже проверили, уже рассказали. То есть, если вы надеетесь на то, что этот транспорт как-то можно использовать за место того же, той же Курума, то нет, не получится. Ну и сейчас мы ее взорвем. Конечно, придется мне потом выплатить за страховку, но тем не менее. Давайте взорвем ее. Само собой, ребята, эта тачка не держит никакие взрывы и рассчитывать на то, что вы сможете увернуться, там, словить ракету и ни хрена вам не будет, нет. Она у вас уничтожится, так или иначе. Зря я это делаю. Ну ладно. В общем-то, ребята, что вам сказать. Вот такая машинка. Сами считайте, насколько она хорошая, нужна ли она вам за эти деньги. Я же для этого и снимаю, ребята, чтобы вы посмотрели и решили, стоит ли на нее тратиться. Я говорю про тех, у кого нет миллионов, миллиардов в игре. то есть, само собой, конечно же. А там уж смотрите сами на ваш суд. Пишите мнение в комментариях про машинку. Если я что-то не показал, дополняйте опять же. И, конечно, увидимся в следующий раз, в следующих видео. Всем до новых встреч. Пока. Не забывайте про поддержку. Редактор субтитров А.Семкин